Блин, а чё это записывается уже? А, уже, а мы всё-таки думаем, о чём вы, блядь, и опять их там и смотрим. Где? Вот она, камера-то. Работаем на камеру. Так начнётся наша передача! Ну, здравствуйте! Да, у нас завелась маленькая животная, мы можем рассказать о карме. Говорим о карме. Сегодня мы говорили о лжи. И, собственно говоря, что мне интересного поведали, что люди, которые очень много врут в следующей жизни, получают мегазловонное дыхание. Как отвратительно! Да, то есть собака... Ты понимаешь, да, мы подумали сейчас о собаке. Да, тоже. Та самая собака. Мало того, что это теперь собака. Это уже говорит о многом, в принципе. Маленькая собака. Еще больше. Да, такая собака еще больше. И вишенка на торте. И вишенка на торте. На торте у неё зловонное дыхание. Отвратительно. Просто ужасно. Её каждый раз одевать, это сравнимо, я не знаю, каким-то мегамучением. Что такое? Нет, мы не будем так категорично к себе относиться, потому что мы не профессиональные повествователи, а лишь любители. И вседержатели. И вседержатели, да. Профессионалы мы маленечко в других областях. А в которых мы расскажем следующий программ. Да, в которых прочие любители. И не надо себя причислять к профессионалам, если у тебя в руках коробочка называется. Будь скромен. И к тебе люди потянутся. А между тем, давай, наверное, всё-таки я расскажу о Путиньяно. Это маленький городок на юге Италии. Давай? Давай, давай. Ты послушаешь? Я тут буду её в кадре. Я не стану в кадре, послушай. Окей. И, возможно, вопрос кинешь мне, позадаешь, на который я смогу тебе ответить. Да, маленькая. Ну что, ты готова послушать? Да. Сюда выпишу. Но затем я хочу, Даша, рассказать о том, как я путешествовала по Италии. Начала я путешествовать в юг Италии. Это маленький город, который называется Путиньяно. Старый город на юге Италии. Карнавал, который здесь проходит, сами итальянцы считают, пожалуй, одним из самых значительных. Знала ты об этом? Нет, я вообще в Италии ни разу не была. Я вообще нигде не была! Но вот этот карнавал, кстати, самый значительный, считается, разве что после венецианского карнавала. Есть с чего. Во-первых, он самый старый, первые упоминания о нём относятся к 1494 году, между прочим. Однако, да, это 14-й лет, много немало. Во-вторых, он самый длинный. Начинается с 26 декабря, заканчивается вместе со всеми. Аж в жирный вторник перед началом исторического. Он так и называется, жирный вторник. Да, жирный вторник, это день, так называемый, в православном христианстве. Чем, собственно, и является этот жирный вторник? Ну, это, знаешь, это денёчек, когда все отъедаются и мясом, и рыбой, и чем только не отъедается. Напоследок. Перед постом великим, который длится, если я не ошибаюсь, 40 минут. Да, 40 минут. Перед пост, 40 минут, да, да. Но начать я хочу не с самих торжеств, а со встречи с главным героем карнавала, которого зовут Полинаева. Но это не тот самый. Ой, злобой, мне пришло злобой, мне дает, да? Вы же посмотрите на него, прекрасно. В буквальном смысле Фаринелла оказалась очень... Уйди. Это был Фаринелла. Фаринелла оказалась очень энергичным, и у меня сложилось впечатление, что каждое утро он начинает с того, что садится перед зеркалом и начинает себя накручивать. Я Фаринелла, самый обаятельный и привлекательный клоун в мире. Хотя иногда мне казалось, что так оно и есть. Только до того момента, пока он не откроет рот. Ведь от этого парня за во многом зависит успех. Слишком быстро. Я думаю, еще что-нибудь о Фаринелле рассказать. Намного слишком говорить Фаринелла. Я думаю, что не стоит больше ничего говорить о Фаринелле. Обвинемся к следующему моей цели. Фаринелле это фабрика, которая называется карта пьесто. Или говоря по-нашему по-французски. Папье-маше. 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 Не передаваемое ощущение, на самом деле. Потому что ты словно попадаешь на фабрику чудес. Это вот та самая фабрика. Покажите ее. Показали. Там фабрика. Показали, да. Вот в той комнате находится фабрика, где изготавливаются огромные конструкции, используемые на том самом карнавале, о котором я говорила до этого с Фаринелл. Что делаешь? Ты меня слепишь. Извини. Давайте туда направимся и посмотрим. На эту прекрасную фабрику Папье-маше. Папье-маше.